Всем привет! Меня зовут Лязат. Я специалист компании «Этажи». И сейчас я с вами поделюсь опытом, который получила за 8 месяцев работы в компании. Первое. Установить себе доход. Именно так я начинаю свой месяц. Риэлтор – это тот же бизнесмен, только от него самого зависит, сколько он заработает. Так я ставлю себе сумму, после этого я знаю, сколько сделок мне нужно заключить. Итак, приведу пример. Я хочу заработать 400 тысяч сенье. Для этого мне нужно заключить 4 сделки. Чтобы заключить 4 сделки, мне нужно встретиться с 10 клиентами в офисе. Чтобы встретиться с 10 клиентами в офисе, мне нужно отработать 30-40 уходящих звонков от покупателей. Именно так я ежемесячно планирую свой доход. Второе. Определить горячего клиента. Это нужно для того, чтобы вы могли правильно расставить приоритеты во времени при работе с вашим покупателем. То есть не бросать все силы на клиента, который не готов купить квартиру прямо сейчас. Вы это можете узнать, задав вопрос сразу по телефону. Готовы ли вы оставить задаток сегодня или завтра? Таким образом вы узнаете срочность покупки и наличие денежных средств у вашего покупателя. Третье. Внимательно слушать. Обязательно на каждую встречу с клиентом берите блокнот и ручку, чтобы вы могли фиксировать все предпочтения вашего клиента. При встрече с ним вы можете легко использовать фразы, напоминая о его пожеланиях. То есть, а помните, вы хотели квартиру рядом с парком? Или для вас было важно иметь рядом школу, чтобы было вашему ребенку удобно? То есть, напоминая ему о его пожеланиях, вы вызовете его доверие. И запомните, очень важно слушать клиента действительно внимательно. Четвертое. Понять истинное желание клиента. Иногда человек думает, что он хочет одного, а на самом деле хочет другого. Это нормально и свойственно людям. Опытный специалист по недвижимости это прекрасно понимает. На показе вам нужно быть внимательным. Клиент может несколько раз повторить о том, какая большая гостиная. И это значит, что для него действительно важно. Хотя он мог ранее говорить о том, что размеры гостиной не имеют значения. Это не повод сетовать, а вы его проводник. И ваша задача, как профессионала своего дела, помочь ему разобраться в его предпочтениях в том числе. Пятое. Подсказывать, но не навязывать. Помните, что вы ищете квартиру не для себя и жить не и не вам. Клиент должен сделать выбор сам. Вот вам кейс. На показе оставьте клиента наедине. Естественно, после того, как вы сделаете ему экскурсию и расскажете о всех преимуществах и характеристиках квартиры. Затем рекомендуйте ему осмотреться самостоятельно еще раз. Пусть он представит, как он в ней живет. Как он наклеит обои, как расставит мебель. Это очень помогает клиенту сделать именно правильный выбор его жилья. Последний, шестой пункт. Правильно расходовать энергию. Если вы чувствуете, что устали или у вас совсем не осталось сил на встречу с клиентом или на прием телефонов и звонков, возьмите паузу. Никому не нужен безжизненный или истощенный риэлтор. Лучше перенесите встречу на другой день или возьмите выходной. Итак, это были шесть моих советов, которые приведут специалистов по недвижимости к успешным продажам. Верьте в себя, и тогда у вас все получится. Субтитры подогнал «Симон»!